Модернизацию ТЭЦ проявили без общественных обсуждений и виноват в этом, по мнению Нурбека Токтакунова, Джогурку Кенеш. А персональная ответственность уверен бывший юрист на осылбеке Джейнбекове, который на момент ратификации соглашения занимал пост спикера серьезными властными полномочиями. И вы видели, как вел себя спикер Джейнбеков, он тоже так достаточно благостно взирал на это, он благостно взирал на грубые нарушения регламента, потому что законопроект поступает 2 декабря и уже 3 декабря его уже одобряют. Осылбеку Джейнбекову явно неприятно, что его имя всплыло в разбирательствах вокруг модернизации ТЭЦ. В мае прошлого года на заседании парламента он попытался объяснить, что не виноват в этом, но неожиданно углубился в рассуждение о Боге. Обо всем стало известно благодаря Богу, благодаря Аллаху. Он сказал, эй, кыргызы, раскройте глаза, ваши деньги воруют. Многое стало известно благодаря сильным морозам. Комитет по бюджету и финансам – зампред Курманбек Дыканбаев, комитет по международным делам – председатель Канбек Иманалиев, комитет по топливно-энергетическому комплексу и недропользованию – председатель Куджебек Рыспаев. Они, по мнению юристов, тоже должны сидеть в тюрьме. Все три комитета одобрили документ, несмотря на отсутствие разных процедур, общественных обсуждений, необходимых экспертиз, техника экономического обоснования, заявляет Нурбек Токтакунов. Причем произошло это прямо на следующий день после регистрации документа. Канбек Иманалиев и вовсе предложил принять соглашение сразу в трех чтениях. Вот третий пункт решения комитета, а по закону между чтениями должно пройти хотя бы 10 рабочих дней. Самое главное действие здесь сделали – это именно парламент. Но весь парламент не привлечешь, потому что они заняты все сами разными делами, да, и поэтому именно в комитетах концентрируется более внимательное изучение всех этих вопросов. И вы видели по интернету, везде прошло, да, что Рыспаев, что Иманалиев, с какой помпой, с каким пафосом, Токибаев там тоже говорил, с каким пафосом они принимали этот документ. Брат главы государства и слушать не захотел призыва привлечь к ответственности парламентариев и самого себя. Прямо на заседании он обрушился с критикой на Сапара Исакова и Джан Тороса Табалдиева. Вот вы говорите, парламент виноват, спикер виноват, комитеты виноваты. Это не по-мужски. Надо было дождаться окончания следствия. Воры были бы выявлены. А вы пошли по другому пути. Ваша стратегия и тактика неправильны. Уважаемый Асылбек Шарипович, я никого не обвиняю. Речь не об этом. Я только лишь говорю о том, что нужно дополнить список фамилий, которых надо привлечь к ответственности. Почему не всех называют? Пусть внесут имена всех, и идёт следствие. Совпадение или нет, но буквально через две недели задержали Сапара Исакова, а потом и Джан Тороса Табалдиева. Председатели комитетов парламента и бывшего спикера Асылбека Джейнбекова арестовывать и привлекать к ответственности не собираются. Высказываться об этом другие парламентарии боятся, кто станет критиковать родного брата главу государства. Если речь об Асылбеке Шариповиче Джейнбекове, то он был всего лишь модератором заседания. Он поставил на голосование и сам лишь раз проголосовал – за или против. И сегодня обвинять парламент – это, я считаю, неправильно, потому что все кредиты, все соглашения отрабатываются, рассчитываются, и всё по срокам, по результатам готовит правительство. И только Ирина Карамушкина смогла сказать то, о чём многие её коллеги даже думать боятся. Профильные председатели и Виктора Ага должны понести ответственность, потому что нам её, я помню, что очень, как сказать, активно продвигали, чтобы мы скорее-скорее приняли, артифицировали данное соглашение. О, деревня, ну ты даёшь, кто его посадит? Однако юристы всё ещё пытаются бороться. Туктакунов направил ходатайство с просьбой прекратить уголовное дело в отношении Сапара Исакова. Бывший премьер, по мнению защиты, всё делал в рамках закона. Нет ни одного доказательства того, что он давал какие-то указания, что он собрал какую-то преступную группировку, распределял задачи, угрожал кому-то. Юридическую ответственность в правовом государстве понёс бы и президент Соренбай Джейнбеков, уверен Туктакунов. Ведь акт приёмки модернизированной ТЭЦ подписывали в бытность Соренбая Шариповича премьер-министром. Канат Канеметов, Рустам Раимкулов и Владимир Умаркулов. Телеканал «Апрель».